на два года назад 9 мая то есть мы уже 8 мая уже докрасили у нас высохло 9 мая мы уже выехали сюда машины конечно на ходу опять-таки как я выше говорил для проведения мероприятия было сделано для снимок фильмов поэтому машины на ходу использовали мы опять-таки основную базу это советского вездехода потом и очень много оригинальных частей которые были найдены у нас можно сказать не только по белгородской области но можно сказать по россии даже страны ближнего зарубежья что-то с белоруссии какой-то трак там допустим если что оригинально что откуда вот пулеметная маска дт-29 была найдена под прохорок и она у нас музея была лежала долгое время ну и мы решили установить на этот именно танк и то есть взяли экспонат который он слежал где-то там загашниках и установили на машину вот реснички на на люке до мех вода люк мы нашли из-под белгорода привезли но так как люк он 250 килограмм оригинально слишком тяжелый потому что мы использовали броню лобовую металл тонкий мы его облегчаем для того чтобы проще было перевозить и сам по себе тяжелые травмоопасны и систему допустим должен какой-то гидравлической или токсионной нету поэтому мы сделали он его отдельно облегченный но вот эти реснички которые тоже есть попадание он видите осколком или куда то есть они были в боях в эти реснички сняли установили суда вот этот трос тоже был найден в земле потому что некоторые многие то есть смотрят по состоянии троса думают да на самом деле он лежал в земле и в земле еще с войны если не ошибаюсь мы из-под москвы нам прислали вот этот трос баки навесные крюки буксировочные они четыре крюка и все из разных мест подмосковье белоруссия калининград и белгородская область четыре крюка все с разных мест траки под грайвера нам были найдены орудийная маска с башни тоже под грайвера нам было под фундаментом дома там же еще был один люк он там и остался башня сама у нас новодельная но сверху вентиляционный люк тоже если не ошибаюсь помыла из-под смоленской из под москвы вот эти грунта зацепы они на траке крепятся тоже у нас по белгородской области были найдены два бака у нас оригинальных два новодельных с красноярска вот это у нас защита выхлопных труб сзади тоже была найдена одна у нас по области одна была найдена по воронежской области вот но есть тут элементы еще брони но мы их так не увидим ну вот вентиляционный люк тоже на башню хорошо виден вот она полукруглый там дальше вышел триплес который стоит тоже сейчас я скажу якорьевском да в якорьево мы стояли как раз была вахта памяти на якорьево мы нашли опять-таки якорьевский район недалеко от прокровки